Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить с вами радужный торт. Тортик получится очень вкусным, очень нежным и очень сочным. Наша задача сделать реально очень вкусный тортик, который не нужно будет пропитывать, чтобы коржи были изначально сочные, так как если мы будем пропитывать коржи, из-за добавления красителя цвет немножечко может переходить в крем, а нам этого нельзя. Поэтому нужно сделать очень вкусные коржи и очень сочные изначально. Будем делать с вами очень интересный вариант коржей. Для начала мы будем заваривать небольшую часть муки. Молоко, масло и щепотку соли отправили до закипания, затем всыпаем сюда просеянную отвешенную муку и быстро-быстро перемешиваем, завариваем эту часть муки. Мы будем с вами делать что-то среднее между китайским заварным шифоном и бисквитом и молочной девочкой. Такие коржи получаются очень нежные, очень вкусные, со сливочной ноткой такой и при этом сочные. После того, как мы заварили муку, нет никаких там беленьких краплений, добавляем к ней сахар и сгущенку и все это хорошенечко перемешиваем миксером. Сразу горячее тесто, не переживайте, как раз сгущенка была у меня из холодильника, она прекрасно остудит наше тесто. И затем сюда же добавляем яйца. Опять просто миксером все хорошенечко перемешали. Вот такая вот однородная масса у нас получается. Довольно жидкая, как блинное тесто примерно. Теперь к муке добавляем разрыхлитель. Немножечко перемешаем саму муку с разрыхлителем и добавляем ее к общему тесту. Я добавляю изначально 130 грамм муки и затем уже смотрю по консистенции. Могу добавить еще пару ложек муки, но максимум это 150 грамм. Главное, чтобы тесто было не очень плывучим. Если вы готовили молочную девочку, то вот такое должно получиться тесто. Тесто я разделила в этот раз на 6 частей, можно разделить на 7. Но я решила, я много синих прослоек делать не буду. Будет всего лишь синий и сразу фиолетовый. Не будет такого отдельно чуть-чуть голубой, более синий. Ну вот не стала я так делать. Добавляем красители. Красители сюда прекрасно и гелевые, и сухие, и в принципе даже жирорастворимые подходят. Но они будут не такие яркие, поэтому лучше водорастворимые добавлять. Посмотрите, вот добавляю сухой, это желтый у меня краситель. Добавляем по чуть-чуть, минимальную дозу для того, чтобы добиться яркого цвета. Вот такая вот красота. Там, где сухой краситель, отставьте тесто, выкладывайте его в последнюю очередь, чтобы оно немножечко постояло и краситель хорошо разошелся. После того, как окрасила я все цвета, уже буду заниматься ихней выпечкой. Вот такая вот яркая красота у меня получилась. Я воспользуюсь разъемным кольцом, так удобнее всего. Можно начертить на пергаменте с обратной стороны круг, и по этому диаметру уже выкладывать наше тесто. У меня это тесто здесь рассчитано на второй ярус. Небольшой тортик, 18 сантиметров в диаметре. Поэтому учитывайте, если у вас тортик будет больше 20 сантиметров, то увеличивайте порцию. Коржи пекутся в духовке при температуре 180 градусов, где-то от 7 до 11-12 минут максимум. Смотрите, чтобы они не начали у вас поджариваться по краям. И немножечко обрезаем. Можно их печь на сантиметр больше, чтобы потом более ровно их обрезать. Опять же, этим кольцом удобнее всего вот так вот обрезать, чтобы получить идеально ровный круг. Потому что тесто немножечко расширяется. Вот такое вот мягкое и ароматное тесто у нас получается. Собственно, с коржами продолжаем. Так выпекаю все свои 6 коржей у меня в этот раз. И можно будет уже начинать заниматься кремом. Для крема, пока пеклись у меня коржи, я поставила на столе сливочное масло, которое у меня размягчилось до комнатной температуры, и добавляю сюда сахарную пудру. Также я буду сюда использовать творожный десерт. Творожно-ванильный десерт. У нас это просто творог с ванилью, перебивают его, что она такая уже изначально однородная масса. Либо можно творог перебить с сахаром, добавить туда чуть-чуть ванильки и уже добавлять к масляно-сахарно-пудровой массе. Вот такой вот мой творожок. Сюда же добавляю. Он тоже комнатной, обязательной температуры, для того, чтобы масса у нас не расслоилась. Творога по весу в 2 раза больше, чем масла. Точнее, творожной массы. И вот такой вот однородный, красивый крем у меня получается. Крем примерно разделяю тоже на 6 частей, 5 из которых разделю между коржами. И 6 частью немножечко смажу сверху тортик, чтобы соединить все крошечки и верхушечка тоже хорошенечко пропиталась у нас кремом. Затем у меня тортик будет покрыт картошкой, ганашем и будет выровнен под мастику. У меня был тортик Лол, и это был верхний ярус. Очень был интересный и вкусный тортик получился. Этот тортик по-настоящему нежный. Его нужно будет после сборки оставить немножечко в холодильник, для того, чтобы он схватился, уплотнился и немножечко пропитался. Минимум часа на 2. А затем уже, в принципе, с ним можно работать, его выравнивать. А если вы хотите его сразу кушать, то оставьте часа на 4 его пропитываться. Необыкновенная вкуснятина. Обязательно попробуйте. Ярко, сочно, вкусно и для деток мега интересно. Не забывайте, конечно же, поставить пальчик вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.